Всем привет! Сегодня снова с вами Басон и сегодня я расскажу о картах в игре Prime World Defenders, о бустерах и определенных вещах. Буду использовать энциклопедию. У нас вот есть карты здесь. Давайте я начну с магии. У нас здесь есть Prime Bomb. Это бомба, которая бросается на поле боя. При взрыве наносит 140 урона. У меня она, по-моему, не пятого уровня. Сейчас посмотрим. В моей коллекции магии. Давайте, вот у меня все есть. Она четвертая. 350 урона наносит на четвертом уровне. Откат 28 секунд. Каждая магия имеет свой откат и радиус в применении. Бомба у нас не особо эффективная, но в начале хоть какая-то будет помощь. Дальше мина-ловушка. У нас бросается на поле боя. На пути войск закапывается и остается, пока не будет взорвана попавшим на него врагом. На четвертом уровне почти 1000 урона, но все равно там такие жирные монстры идут, что ее, в принципе, нереально прибить этой миной. Дальше у нас есть еще магический свет. Он не наносит урона, он просто в каком-то радиусе подсвечивает невидимых, которые после атаки башен сразу же уходят невидимость и проходят мимо башен незамеченными. Замена этой магическим вот этому карте. Есть башня, которая светит невидимых и атакует их. Но не всегда там в зоне есть возможность их поставить, а магию можно применить, если много невидимых на карте. Дальше у нас ледяная буря. Осколки магического льда замедляют всех врагов в радиусе действия. Противник теряет 24,8% скорости на 10 секунд. Ну, это просто карта, которая замедляет магию. То есть, если у вас враги много, их там уже толпа идет, вы не успеваете их замедлить, можно и добить. Дальше у нас идет взрыв прайма. Это карта, наносящая урон. У нас 415 уровней, ведь каждый взрыв наносит 200 урона плюс 300 бонусов к урону по лекарям. Лекари сами все лечат, плюс они достаточно тоже толстенькие. Вот это тоже геморрой, когда они идут, потому что они часто очень проходят. Дальше у нас есть облако яда, которое наносит урон. У нас есть башня отравляющая, а здесь чисто облако, которое всех на площади отравляет и замедляет противников еще. То есть, эффективно, если доту накидывать на целую толпу. Огненный шар. Ну, это кидаете в шар огненный, который носит почти 1500 урона на низятом уровне. И наносит достаточно большое количество урона по площади врагам в данной области. Дальше у нас есть проклятие, которое проклинает и увеличит урон по цели на 10 секунд. У нас есть проклинающая также башня, которую не везде может достать. Поэтому это очень эффективно. То есть, урона будет больше. Дальше у нас есть удар молнии. Он наносит урон молнии и глушает противников. То есть, народ, который к вам ползет в гости, будет стоять на месте, а ваши башни будут их расстрелить. Урон, конечно, маленький, но бонус за то, что глушение идет. Дальше у нас идут уже... Пошли последние уроны уникальные бустеры на магию. Это вызов магмы. Магма достаточно очень полезная магия, поэтому она стареет здесь. Она наносит много урона, 2700 с лишним на 12 из 25 уровней. Замедляет противников, то есть, достаточно большую площадь покрывает. Если у вас много врагов, они будут получать достаточно много урона. Все причем в этой площади. И при этом будут замедлены. То есть, ваша башня успевает еще кого-то поразложить. Если не полностью, то частично хотя бы. Очень полезная вещь. Дальше у нас есть метеорит. Он у меня 25-ый. Как видите, у него урон достаточно большой. 3600 с лишним. Откат, конечно, большой. 7,7 больше минуты. Но это нормально. И радиус 300 с лишним. Он вызывает огромный террик, который наносит урон и отбрасывает противников на 1 из 7 секунды. То есть, урон он достаточно большой наносит по площади очень. В принципе, кроет. Если толстых, то почти все хп. Но у мелких это точно накрывает. Дальше у нас идет шаровая молния. Пока тоже не прокачена. Наносит достаточно урона много. Тоже 90. Она наносит всем противникам в небольшом радиусе. Но у меня в основном стоят, которые урон увеличивают. Из улучшений. Здесь у меня только знак силы. Который в 3 раза эффективнее улучшает карты башни. Не имеется в виду. Потому что здесь написано свойство. С помощью каждой. 7 обычных карты. И, естественно, забыл сказать в другом видео, что. Апгрейдить можно. Не только вот этими бустерами усиливать карты до уровня 5, 15, 25. А именно самими же картами. То есть, любые карты можно. Предыдущие карты, которые хотите усилить, поглотить. То есть, вы можете спокойненько взять кучу, 6 карт. Скажем, 1 уровня. И с помощью них усилить карту. Третьей уникальности. То есть, никто об этом не мешает. Давайте открою лучше дисклопедию. То, что у меня по бустерам сейчас нету. Практически ничего. Так. Вот у нас есть бустеры. Вот этот бустер. Древний оберег стихии магов. С его помощью можно перековать карту в кузицу в 2 раза эффективнее, чем обычные карты. То есть, как бы 2 карты поглощаете за 1 бустер. Вот этот. Вот этот бустер в 3 раза позволяет увеличить. То есть, 3 карты за 1 в 1 ячейка, как бы, запихивается. Вот этот бустер позволяет в 5 раз эффективнее. Вот этот бустер получается в 6 раз эффективнее. А этот раз в 10. То, что вот этот бустер очень эффективен. И с этой звезды можно покупать и за 2 тысячи вот именно эти бустеры усиленные, которые самые оптимальные. Будут с этого бустера, что он очень эффективен в прокачке. То есть, он много уровня даст карте вашей. Древний мастерской. В общем, можно приказать карты. Тоже карты. Карты, карты, карты. А здесь вот именно магические заклинания. Вот эти бустеры усилиют только магические. То есть, ими нельзя усилить карты башни. То есть, они на магию. 6 раз эффективнее. А вот этот усилитель заклинания 10 раз. Также в игре есть присутствие зеркала. Если у вас нет соответствующей карты для усиления, вы можете использовать именно вот эти зеркала. Они являются копией той карты, которую вы хотите эволюционировать. Если у вас, скажем, есть второго уровня карта, там, башня какая-то, там, скажем, шоковая, то вы можете поставить этот бустер. Он копирует эту башню и пойдет за место той карты, которая вам нужна была для эволюции, которую вы не могли выбить. При этом здесь два вида есть. Для второго уровня башен и для третьего уровня башен. То есть, если у вас уникальность карт вот такая, то вам нужен именно вот этот бустер. Если у вас нет карты для великих снайперской башни, у нее вот такой бустер нужен. Ну, то есть, смотрите, контовки. Вот для первого уровня башен таких бустеров нету. И, в принципе, проблем с нахождением и получением таких карт в игре вообще нету. То есть, они... Вначале просто сыпятся валом эти карты, их можно спокойненько эволюционировать и апгрейдить за счет таких же карт. Как видите, здесь получается пять бустеров на полное усиление и два бустера на усиление магии. Также в игре присутствуют карты с башнями. Деревянная башня, первоуровневая башня. Она сам, в принципе, часто используемая, очень эффективная. Она просто атакует врагов, но летающего наносит на 20% меньше. Но все равно будете использовать ее после эволюции пятого уровня очень часто, в принципе. До того, как появятся новые карты следующих уровней. Дальше идет замедляющая башня. Просто носит мало урона, но замедляет цель на 25% на 4 секунды. Отравляющая башня. То есть, плюется ядовитыми дротиками, отравляет на какое-то время. В принципе, если ваши враги доходят до ваших баз, то им можно накидать по пути еще доты, чтобы они пока дойдут, сдохли по пути где-нибудь. Вот этот птицестрел. Он очень эффективен для атаки воздушных целей. И даже на высоких уровнях после третьего эволюции и пятого апгрейда он очень эффективен. Я его постоянно использую. Он и дешевый, и, в принципе, много урона наносит, и быстро атакует. У него скорость больше единицы. То есть, хорошая вещь. Даже хоть и маленького уровня, но все равно. Это у нас огненная башня. Выжигает в основном большое количество мелких врагов. То есть, там вот, когда по несколько штук уходить за раз и толпой. Просто они мелкие, но одной башней там не успеваешь продолжать, а этот жгет по площади, грубо говоря. Преграда. Это карта, если которая не апгрейдится. Она же встается в любое место, там, дороги. Если это позволяет не пригрывать путь движения где-то, чтобы враги проходили. Ну и стоит дешево. Это осадная башня. Стреляет ракетами. Эффективно уничтожает отряды атакующих чудей на большом расстоянии. Только наземные. То есть, воздух она не атакует. Но дальность у нее достаточно большая. Очень эффективно. Если у вас есть на карте бустеры, бывает 3 появляется. Зачем скорости атаки, силы атаки и радиус. То есть, можно поставить на радиус. Она будет практически всю карту обстреливать. Но здесь же скорость у нее маленькая. Дальше. Вот этот детектор, который ищет невидимок и атакует их. То есть, не позволяет ему идти в невидимость. Вот эта башня, каменная башня, будет эффективна тоже. Она стоит примерно как и деревянная башня вначале, но потом будет дороже. Но она урон больше. И тоже имеет пенальти по урону на летающих. Но тоже достаточно эффективно будете использовать вначале. После их получите, после апгрейдов и всего остального. Генератор. У нас Prime Injector. Он усиливает силы атаки башни. При апгрейде он увеличивает радиус. То есть, у меня он, по-моему, есть. Тоже, по-моему, третий. Сейчас посмотрим. Коллекция. Башни. Вот он, генератор. Вот он. После апгрейда у него увеличивается, по-видимому, процент усиления находящихся рядом башни. То есть, если у вас какая-то есть карта, где вы можете поставить подсередине, не этот генератор, усилитель, а вокруг башни. То есть, они будут сильнее. Если у вас не хватает радиуса, апгрейдите этот генератор, он будет увеличивать раз больше. Змеиная башня. То же самое аналог вот этой ядовитой башни, но сильнее. Больше доты, то больше времени и сильнее. Башня проклятия. Проклинает, увеличивает урон по врагам. Тоже достаточно эффективная вещь. Но я, в принципе, не использую. Урон мало, но... Это если жирные враги, часто очень идут. Их можно проклятать, чтобы их быстрее раскладывали. Дальше. Глушающая башня. Башня способна ненадолго оглушить противника. 25 совершенств оглушить противника. Ну и полоски. Там бывают полоски, после развала из них вылазят мелкие монстры, которых надо дополнительно добивать. А от этого фигня увеличивает урон по полоскам. То есть, их быстрее можно уничтожить. То есть, эффективная тоже вещь. Дыроколы. Очень прикольная вещь, когда у вас идут толстые боссы. Потому что 25% шанса нанести выстрел двойного урона. Плюс 200% бонус к урону по призракам. Призраки толстые и быстро двигаются. А если двойной урон по ним проходит, то есть, они быстро умирают. Мортира. Очень моя любимая, так скажем, башня. Потому что у нее радиус атаки просто здоровый. У нее даже больше, чем у осадной башни атаки. Если я поставлю на бустер по усилению площади, то это вообще жесть. Она стреляет очень медленно. 0.33. Это не самая медленная атака, скажу честно. Но у нее урон по площади, во-первых. После апгрейдов. Сейчас покажу, что она из себя представляет. Так, коллекция. Где у нас мортира? Вот она. 15 уровень мортиры. После... Не эволюции именно. После... Как бы третьей эволюции, но первого уровня. После введения до 15-го она имеет урон 1700 с лишним. То есть 40% урона снаряда. Получает то вокруг. Второй уровень. 3400 с лишним. Почти 3500. И почти 7000 имеет атака на третьем уровне эволюции. Если вы ее доапгрейдите до третьего уровня. При этом... Смотрите, какая фигня происходит. Она носит 6900 урона по площади. 40% из него пролетает вокруг. Плюс, если поставить этот еще генератор. Еще 13 с лишним процентов. То там вообще выходит там за 1050 с лишним. То есть карта очень эффективная будет. Особенно против пехоты. Это самое то. Я часто использую. Она гложет пачки пехоты только так на раз. Только толстые выживают, конечно, если вы апгрейдите. Воздушный страж. Это замена птицестрелу. Но он достаточно, скажем, медленнее его. Хоть и уроны больше. И стоит, соответственно, дороже. То 25. А это 50. То есть можно 2 птицестрела поставить. И будет эффективность такая же. Получает 30 урона с нарядами. То есть он еще и вокруг стреляет. Но с урона птицестрела как-то мне больше нравится. Дальше есть ледяная башня. Которая не носит урон. Она замедляет. То есть она постоянно не как закрепление 11 применила. А постоянно замедляет. Дальше башня молнии. Тоже моя любимая. В принципе, как и мортира. У нее хоть и стоимость большая. Но она бьет по площади и цепной. То есть тип у нее атаки. То есть после наповедения молния прыгает на ближайших цель 4 раза. Уменьшая свой урон на 20%. Но это ни о чем. Когда вот столпа там идет в монстрах мелких. Давайте покажу. Что все она представляет после прокачки. 25 уровень ее. 704 урона по первой получается. Считайте дальше. То есть пока цель подходит уже к моменту этой башни атаки. Уже она имеет какое-то количество процентов здоровья снятых будет. При этом смотрите, как дальше увеличится урон. 2800, почти 3000 при атаке в 1 единицу. То есть у нее сумасшедший урон получается. Она одна башня может к начале игры уровня стоять просто против всей толпы монстров спокойно. Если до третий уровень доведете, там в принципе уже только вот в таких вот уровнях надо будет дальше усиливать и ставить больше таких башен, чтобы выживать. В начале она точно выживает спокойненько. С мелкой кучей монстров помогает особенно. Она один выстрел делает и получается зацепляет пятерых. И так, если несколько штук стоит, то получается 10, уже 15. А если учитывать у него урон большой, то можно вообще просто все затыкать этими башнями. Они будут выносить как и воздушные цели, так и наземные. Дальше у нас идет после этого башня дракон. Ну, с заменой вот этой огненной башни тоже по площади стреляет. Пенальти урона против летающих. Ну и поджигает еще плюсы врагов. Энергопушка эффективна, иногда использую, но мне не особо понравилось. Пятипроцентный шанс, что выстрел собьет противника с ног, но при этом она выпускает много шаг, который летит по прямой. То есть можно поставить в конец линии, чтобы он смотрел прямо на дорожку. И если враги уйдут, он просто выпален шаг, который полетит по прямой и будет бить всех. Дальше башня солнца. Очень эффективная вещь. Тоже сейчас начало угрейдить ее до максимального уровня. С боссом позволяет очень хорошо справляться. Когда вы ставите ее третий уровень, она просто чудовищно много урона наносит. Каждая следующая атака наносит на 25% больше урона на 100 минус до 6 раз. То есть вы представляете себе, что это, скажем, если у босса наносит сотню, то в следующий раз уже на 25% больше. Сколько там? Где у нас она? На 25%. То есть я сейчас покажу, что себе представляет эта башня. Вот она, на 13-ом уровне. Она уже на 13-ом, 410, 820 и 1600. Ну, представляете, каждый раз до 6-ти раз на 25% больше. То есть она атакует одну чисто цель, которую захватила. Пока она не умрет, она не переключится. Или пока цель не уйдет из радиуса атаки. И вы будете просто выжигать этого противника, пока он не сдохнет. Ну, по крайней мере, у второго босса, который там с толстой броней и большим хп, его вот эта башня хорошо выжигает. Дальше у нас прайм-пушка. Самая большая скорость атаки 2.2. Скорострельность прайм-пушки, которая, по-моему, может построить быструю и уникальную защиту. Умеется 50% против летающих противников. Это, по-моему, заменитель вот этой башни. У нее скорость атаки большая. Тоже после прокачки достаточно много урона, учитывая, что 2.2 умножаем на вот это, получаем, сколько секунд он может урона впихать в одного противника. Вот эту я пропущу, но самое интересное. Вот давайте вот эту. Это токсичная башня. Заметили дальше этих ядовитых башен наносит. И только летающих атакует уже. То есть травит. То же самое, что остальное. В принципе, я редко использую. Распылитель. Эта башня распыляет в сторону струи. Скорострельные ноги позволяет уничтожать целую игру противников. Ну, это, короче, заменитель вот этих огненных уже идет. И вот самая интересная башня. Снайперская башня. Снайперская башня имеет самую маленькую скорость атаки. 0.18. Но у нее самый большой точный удар. У нее, скажем, знаете, 851. Даже у мортиры столько нету. Ни у одной другой пушки столько нет. У нее радиус 413. Тоже здоровый. У мортиры только больше. Теперь посмотреть, что из себя представляет эта башня. После апгрейда. Апгрейда. То есть, доведение до максимума. 5200. Один выстрел. Это на первом уровне этой башни. Если до 25 уровня апгрейда довести. Дальше получается эволюция. Второй уровень. 10500. 21000. Если поставить рядом с ним генератор, она любого босса завалит. С двух-трех выстрелов. Если не с одного, конечно. Я не проверял, потому что мне не дается. Она фиксирует одну цель и уходит в долгую перезарядку. Но было так, что я на втором боссе использовал ее. Просто решил проверить эффективность. Задерживая остальных мелких мобов. Она убивала его с двух выстрелов. Но при этом, конечно, на предыдущей башне немножко покоцали боссы. Но все равно. Выносит она на ура. Но у нее большой кулдаун. Ее можно встать, в принципе, если у вас какая-то проблема. Там один монстр проходит, а вы хотите найти 3 звезды пройти. То есть, вы можете поставить эту башню в конце. Грабедануть так уровень до второго. И оставить. Она, в принципе, любого, кто туда дойдет, свалит сразу. Если, конечно, много, монстр этого не проходит. Если вы хотите чисто босса бить, где-то там он проходит. То есть, башню эту можно поставить. Но она, в принципе, очень мощная. С генератором там вообще, наверное, чудовищная будет. Если учиться, что у нее 21 тысячи без генератора. С генератором, там процент в 13. Это с каждой... Сколько там? 20 тысяч. Это 100, 200. Ну, короче, еще практически на 1000 поднимется урон. То есть, это просто чудовищная башня. Вынесет все и вся. Ну, на этом, я думаю, про карты именно все. Больше сказать нечего. То есть, у нас магические карты есть. Есть карты, которые копируют карты для усиления. Есть бустеры-усилители. И сами карты атаки. Все они будут открываться в амере прохождения игры. То есть, доступа к врагам. Дальнейшим там картам. Можно спокойненько их накопить. Можно их выиграть. Можно купить в магазине. Конечно, если вы купите. Ну, там, как смотря как. Можно посчитать, где выгоднее брать где-то. Может быть, там, заходить каждый день. Менять там. Усилитель появляется. Там может быть так, что уникальные бустеры у нас, пример. Вот. Сейчас зайду, покажу. У нас, скажем, здесь вот 120. Обычный бустер. И редкий бустер. Обычный бустер, это вот эти первоуровневые карты. А вот это уже вторые. Так, здесь обычные бустеры доступны еще пачками. То есть, считать, как выгоднее. Там, 300. То есть, получается уже дешевле. Там, стартовый набор. Там, можно посмотреть информацию о нем, что он включает. То есть, 4 карты. Там, уже дешевле, не дешевле. Бывает, что здесь появляется за 200, скажем, какая-то там башня нужная вам. Но она же является обычной. То есть, проще купить это и погадать. То есть, эти карты вы можете использовать на апгрейд. других карт. Богатый сундук. Само собой, за один золотой. Там, случайно, выпадает какая-то там карта. Может быть, сильный бустер или что-то. Вот уникальные бустеры. Вот обычные бустеры. Уникальные будет, по-моему, эффективнее брать. 2000 накопить. Два раза дороже, но 10 раз эффективнее. То есть, как видите, 4 бустера. 10, 10, 6, 5. А здесь 2, 3, 5, 6. Нужно чуть подоплатить и получить поэффективнее. Зеркало вы можете также купить, таинственное, обычное. Для вот этих карт, такого плана, можно выгадывать зеркало, либо где-то может получить выпасть в карте. То есть, это как повезет. Ну, на этом, я думаю, по картам все. В следующем расскажу о врагах. Что, в принципе, против них хорошо, что против них плохо, и что лучше не применять. Всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся. Думаю, видео будет полезным для тех, кто начинает играть в игру. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok